Окупанты продолжают присваивать недвижимость граждан Украины, ЦНС. Российские оккупанты продолжают присваивать недвижимость граждан Украины на временно оккупированных территориях Украины, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления, в центре отметили, что российская оккупационная власть продолжает нарушать права людей на оккупированных территориях Востока и Юга Украины. Особенно что касается прав человека, самым распространенным нарушением прав человека на оккупированных территориях за текущий год является нарушение права на собственность, заявили в ЦНС. Центр национального сопротивления сообщил, что российско-оккупационные войска вместе с представителями местных оккупационных администраций, а также другие члены незаконных вооруженных формирований систематически присваивают или уничтожают имущество местных жителей. Следовательно, граждане Украины, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий и в настоящее время не имеют возможности подтвердить право собственности на недвижимость, в связи с этим, оккупационная власть не стесняясь помогает своим «защитникам Отечества», ветеранам боевых действий, особенно тем, которые принимали активное участие во время широкомасштабного вторжения, заявили в ЦНС, кроме этого, в Центре сообщили, что ряд недвижимости на вот используется и в военных целях, в частности, для размещения личного состава и техники российско-оккупационных войск, репрессии в оккупации. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от российского триколора и других документов террористы могут прибегать к угрозам и шантажу. В частности, в поисках подполья враг регулярно проводит в оккупации рейды, сопровождающиеся репрессиями и запугиванием гражданского населения, с начала 2024 года враг планирует запретить на оккупированных территориях движения автотранспорта с украинскими номерами, а также будет отказывать в медицинском обслуживании и отказавшимся от триколора украинцам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.